Уделите немного минут внимания, это электронная версия издания Минский Курьер. Подведем итоги минувших 7 дней и запланируем новую неделю. Меня зовут Кирилл Казаков, здравствуйте. Вся неделя в тени 8 марта. Даже самое громкое заявление, которое еще не единожды будут цитировать мировые СМИ, наш президент сделал на празднике в честь женщин. Александр Лукашенко 7 марта вручил им государственные награды, а мужчинам погоны, высшему офицерскому составу. Отступление президента от темы собрания важное. Предотвращен теракт и задержан диверсант СБУ. Украинские террористы и его пособники, это около 20 человек, причастные к попытке повреждения боевого российского самолета на аэродроме Мочулище сейчас в СИЗО КГБ. Общую историю рассказывать не буду, президент детально и подробно ее поведал, а мои коллеги из АТН сделали уже документальный фильм «Все есть» на Ютубе. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим, это я вам говорю как президент. Глава государства также заявила о проведенных в Беларуси испытаниях собственной ракеты для зенитного ракетного комплекса «БУК». За последнее время много сделано, чтобы белорусская армия была вооружена настоящим оружием и достойно защищала родину. Подробности инцидента в Мочулищах обсудил в вечернем политическом канале на радио Минск Вадим Елфимов вместе с политическим аналитиком Вячеславом Шараповым. Слава Богу, слава Богу, что сегодня до нас, как бы до массового сознания доходит, что мир не так благодушен, каким нам его рисовали последние 30 лет. Это все настолько далеко от реальности. Это все последний фиговый листочек со статуей демократии, да, упал. И мы увидели, что это такое. Полную версию программы смотрите каждый будний вечер на одноименном YouTube-канале и слушайте на «ФМ Волнах» 92,4. В пятницу прошло заседание Совмина под руководством президента. Александр Лукашенко заявил, что в 2023 году надо не просто восстановить уровень ВВП, но перейти к росту. Реагируя на выступление главы Белстата, президент отметил, что снижение ВВП примерно на 4% – это много. Еще Александр Лукашенко обратил внимание на переполненность складов, произведенной техникой, и раскритиковал работу по выборке кредитов, отметив, что деньги под проекты банки выделить готовы, но как таковых проектов не предлагается. Все должны видеть перспективу и действовать стратегически. Тогда наступивший 2023 год станет еще одним шагом нашего развития. Что-то упустим сейчас, потом будет трудно наверстать. Невозможно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 и 13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Одним из центральных событий визита станет подписание дорожной карты всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Ираном. Материнская слава, сердце отдаю людям, хозяйка села. В столице наградили самых успешных женщин, которые внесли весомый вклад в развитие города и завоевали звание «Женщина года-2022». На церемонии назвали имена победительниц. В восьми номинациях председатель Совета Республики Наталья Качанова лично поблагодарила женщин за их работу. А по городу ловили улыбки сотрудники ДПС, по традиции, поздравляли женщин-автомобилистов цветами. Напоминали про правила, но чаще улыбались. Праздник же! И накануне праздника, вроде как для подарков, в Данимол открылся первый белорусский магазин «Додому», достойный конкурент международным компаниям и брендам. Идея создать магазин появилась у концерна «Беллэк Пром» летом прошлого года. В концепт-сторе представлено около 10 тысяч товаров, примерно 20 белорусских производителей, включая ремесленников. Постельное белье, домашний текстиль, посуда, предметы интерьера из фарфора и керамики и другое. И пусть неделя была разбита выходными, пятница стала таким же женским днем, но уже профессиональным. Прошла городская конференция на тему «Вклад женщины в развитие государства. Тенденции и перспективы». Мероприятие было разбито на секции, а итоговые выступления прозвучали в президент отеля. Мне хотелось бы сегодня обратить внимание на то, что, может быть, еще не в полной мере раскрыт потенциал женщины в социально-экономическом развитии страны, да и в целом в общественной жизни в том числе. Заявлений было много, теперь нужно выработать программу. Например, местным властям и женским организациям нужно сотрудничать для решения актуальных для общества вопросов. Об этом заявил заместитель председателя Мингородсполкома Артем Цуран. Напомню, что в мероприятии приняли участие более 600 представительниц прекрасного пола со всей столицы. На площади Бангалор готовятся ввести ограничения в связи со строительством там метро. И не только там. От юбилейной площади «Зеленая ветка» пойдет в сторону Дворца спорта. Там будет станция профсоюзная. Далее на перекресток Кропоткина и Машерова со станцией Переспа. Потом будут Комаровская на пересечении Богдановича и Харужий. И, собственно, станция «Парк дружбы народов» на Бангалор. В этих местах в течение ближайших нескольких лет будет идти строительство, изменятся маршруты движения. Строительство метро в Минске курирует заместитель председателя горосполкома Олег Корзун. Трагедия Хатыни глазами детей. 75 ребят из гимназии колледжа искусств имени Охремчика напишут картину, посвященную детям, погибших в сожженной деревне. Планируется, что арт-объект будет предложен в качестве экспоната в музей мемориального комплекса «Хатынь». Инициатива приурочена к 80-й годовщине трагедии. Ну и теперь анонсы. В среду день Конституции. Год мы с вами живем с новым главным документом. Много пройдет диалоговых площадок и торжественных церемоний. В том числе национальная акция «Мы граждане Беларуси», где вручат первые паспорта. А в субботу день внутренних войск. Это была электронная версия «Минского курьера» в вашем телеграме. Я же напоминаю, что печатной версии издания 115 лет. Знаем о Минске все, говорим о главном. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...